Наш фильм о культуре, а не о цензуре. Наш фильм о культуре, а не о цензуре Рома Жигановеев, русский хип-хоп-газета «Коммерсант» номер 11 от 23 января 2019 года, СТР. 11 автор фильма «Ф», русский хип-хоп Рома Жиганова рассказал Борису Барабанову о том, как документальный фильм о молодежной субкультуре получил масштабный кинопрокат и стал первой лентой о женре номер один. Работа над фильмом началась семь лет назад. За долгой до нынешней волны популярности рэпа. Вероятно, тогда сложно было найти деньги на полнометражный документальный фильм о русском рэпе. Мы не рассматривали это как коммерческий проект. Первые вложения в фильм это были мои собственные деньги, заработанные музыкой. Все начало крутиться чуть позже, когда появились первые трейлеры, и стало ясно, что проект очень серьезный. Продюсер Алексей Петрухин лично уговаривал киносети взять фильм, многое строилось на его контактах. В итоге у нас 155 городов и 400 копий фильма. Во многих городах уже sold out на сеансах. Кстати, вот на премьере в Краснодаре, например, я заметил, что в зале были люди, совсем не похожие на стереотипный образ рэп-фаната. Никаких широких штанов, бейсболок, просто красивые девчонки, стильные парни. И ни один человек не ушел. В кадр попали практически все действующие лица русского хип-хопа. Единственный, пожалуй, кого не хватает, это Богдан Титамир. Как так получилось? Борис Барабанов-Абеев, русский хип-хоп, я очень хотел, чтобы Ба был, и он не возражал. Я с ним связался, но он как раз собирался в Таиланд, причем улетел в итоге на месяц, а у нас сроки поджимали. Это был период, когда люди уже засыпали нас вопросами, почему нет фильма. Когда он наконец выйдет? Времени лететь в Таиланд у нас не было. Еще одна фигура, которой уделено совсем мало внимания, это Рома Жиган. Я вообще не хотел появляться в кадре. Это ребята из русской фильм-группы Н стояли, чтобы я записал стендапы. В этом фильме многие персонажи не близки мне, как представители хип-хоп-культуры. Реально интересны максимум 10 человек. Но я хотел рассказать обо всех. А обо мне лучше расскажет моя музыка. Я 7 лет готовил этот фильм и на свое творчество вообще забил. А сейчас у меня выходит альбом с Нордманом из Тюмени, потом с Валерой Бунтом из группировки «Стая». А затем уже мой сольный альбом с большим количеством гостей, причем, не только российских. В фильм не вошла вся история с прошлогодними гонениями на рэперов, хотя кадры из концерта в поддержку Хаски «Я буду петь свою музыку» есть. Чтобы ты понимал, Хаски высказался для нашего фильма о цензуре до того, как оказался в Кутузке в Краснодаре. У нас об этом говорят двое фейси Хаски. Но вообще мы не слишком зацикливались на этой теме. Наш фильм о культуре, а не о цензуре. Понимаешь, стадионы, которые собирают баста, больше говорят о хип-хопе, нежели запрещенные концерты. Для нас важнее то, что хип-хоп вырос и стал такой глыбой. Он катится, как снежный ком, собирая всех. Это жанр номер один в стране. Политика и цензура все равно вторгаются в твою жизнь. В прошлом году вы с Птахой отправились в Госдуму обсуждать судьбы хип-хопа. А в этом появился проект «Безграничный рэп», инициированный депутатами из Комитета по туризму и спорту. Депутаты хотят, чтобы мы в своих песнях рассказывали, как в нашей стране хорошо, какие счастливые люди у нас живут. Я хочу принять участие в этом конкурсе. Песня у меня уже есть, я запишу ее, когда закончу промо-компанию фильма. Там есть такие строчки. Спасибо МВД за тех, кто под арестом. Спасибо депутатам за интерес к нам. Спасибо всем за внимание, здесь все по сути. И спасибо за респект Путину. Я, как человек, которого Путин лично поздравил в 2009 году с победой в битве за респект, должен был об этом написать. Мне нравится даляк они все, что происходит в стране. Мне не нравится, что инвалиды получают пенсию в 2,8 тысячи рубль, как мой брат-инвалид детства. Но в данный момент меня больше волнует судьба фильма.